Мы можем порассуждать? Вы парой слов обмолвились по поводу возможных подстрекателей и возможных режиссёров того, что произошло. Я почему об этом спрашиваю? Это в том числе будет давать нам какое-то представление. Будет ли продолжение? Не факт, что будет. Те, кто это делал, я думаю, они не рассчитывали на такой эффект. Они думали, что это будет что-то более локальное, мне кажется. И то, что это вылилось, вполне могло шокировать и вот этих подстрекателей. Я всего лишь предполагаю о том, что они есть. В принципе, вся картина более-менее цельная получается. И без них. Просто, знаете, я пытаюсь понять, почему у меня появилась в голове фигура этих подстрекателей. Потому что нынешнее умолчание Пригожина удивляет. Конечно, тому могут быть даны совсем иного рода объяснения. Например, информация, которая появилась сегодня в западных СМИ о том, что родственники, в том числе и дочь Пригожина называлась, и родственники других командиров Вагнера, якобы они были захвачены в заложники российскими силовиками. И поэтому Пригожин остановился и заткнулся. Вполне возможно, что это так. Но если искать политические причины, потому что, строго говоря, вот эта тема заложников, ну она же непроверяемая, мы не можем её проверить. И это, в общем-то, не политический фактор. А если говорить о сугубо политических факторах, то можно предположить, что он сейчас растерян, потому что он ожидал поддержку какую-то. Это ерунда, говорят, что вот он ждал, что население его поддержит. Да, конечно, он не ждал никакого поддержки населения. То, что произошло в Ростове, это для него шоком стало. В России тот, кто совершает переворот, не может рассчитывать на население, по крайней мере, на первых этапах. Пригожин человек вполне адекватный, и я думаю, у него лишних там иллюзий не было. Нет, я думаю, он рассчитывал, что будет какая-то поддержка со стороны вот тех, кто его подначивали. То есть кто-то в элитах был, кто это делал. И поскольку этой поддержки он не получил, то он чуть-чуть сейчас растерян. Именно этим можно объяснить, попробовать объяснить его нынешнее нелогичное молчание. Вот он сейчас, срок говоря, молчать не должен, он в принципе пока победитель, он пока на коне, не система, и ему надо закреплять успех. А он этого не делает, он прям создал вакуум, так сказать. И вот пытаясь объяснить этот вакуум, я и подумал, что может быть кто-то все-таки был, на чью помощь он рассчитывал. Можно пофантазировать о том, кто это мог быть, но это будут такие уже, знаете, мои гипотезы. Я исхожу из принципа, кому выгодно. Вот сначала я смотрю на то, кто в максимальной степени проиграл в этой ситуации. За исключением самого Путина. Путина я пока вывожу за скобки, потому что я не думаю, что кто-то рискнул бы играть против Путина из тех, кто внутри системы. Против лично Путина вряд ли. Значит, играли против кого-то другого. Кто другой проигравший по максимуму? Патрушев, это совершенно очевидно, секретарь Совбеза. Патрушев и его сын, которого тот Патрушев старший толкал Патрушева-младшего в преемнике. Они, конечно, в сильном проигрыше, потому что весь этот конфликт, вся эта история, это эпик фейл именно Патрушева. Он отвечает за координацию разных крыльев силовых структур. Вот это межведомственное взаимодействие в правоохранительном силовом блоке. Это зона ответственности Патрушева. Он должен был отрегулировать отношения Шойгу с Пригожиным так, чтобы вот этого всего вообще не произошло. Я уж не говорю про то, что и Пригожины потом остановить не могли физически. Поэтому акции Патрушева-младшего, соответственно, можно предположить, что кто-то это Мурад. Я думаю, что, исходя из того, что я понимаю, там группировка Ковальчука, это Мурада. Поэтому можно предположить, что Ковальчук, ну, не обязательно он сам. Кириенко, например, который является одним из исполнителей ковальчуковской воли. Кириенко кого-то мог найти из тех, кто контактит с Пригожиной. Ну, там же обширная сеть связей. И вот они могли его, так сказать, подначивать, подталкивать, что ты давай, дескать, дуй за горы. Значит, ты же он какой молодец, так что, нечего тебе скромничать. Вот. Ну, повторюсь, никаких доказательств этого у меня нет. Это мое предположение. Может быть, оно даже и неправильное.